Весна 1943 года. Командование Советской Армии готовится к битве на Курской дуге. События на войне достигают наивысшего напряжения. По-прежнему внимание всех сторон сосредоточено на восточном фронте. Действия Советской Армии приобретают наступательный характер. А Гитлеру нужна победа любой ценой. Нужен реванш за поражение под Сталинградом. Вермахт еще очень силен. Военная промышленность всей Европы работает на Германию. К месту будущей битвы из Европы перебрасываются отборные немецкие войска, еще не знавшие поражения. Новые сверхпрочные «Тигры», «Пантеры», «Фердинанды» действительно устрашающие вооружение. Немцы сосредоточили под Курском 50 лучших дивизий. Из них 16 танковых и моторизованных. План «Цитадель» должен был обеспечить уверенную победу. Приготовления немцев были известны Москве заблаговременно и в деталях. Командование советских войск приняло решение не наносить упреждающего удара, а перейти к временной преднамеренной обороне. Последующий ход операции подтвердил мудрость этого решения. Мощная глубоко эшелонированная оборона обеспечила устойчивость позиций. Руководство фронтами в битве на Курской дуге Сталин поручил маршалам Жукову и Василевскому. В районе Курского выступа фашистам противостоял 1 миллион 300 тысяч советских солдат и офицеров, около 20 тысяч орудий и минометов, 3,5 тысячи танков. В резерве находились 5 полевых, танковых и воздушных армий. Приближалось время величайшей битвы в военной истории. Центральный фронт под командованием Рокоссовского и Воронежский под командованием Батутина примут на себя всю тяжесть главных ударов. Войска Конева, находящиеся в резерве, при необходимости поддержат оборону. Немецкая группировка армии Юг под командованием генерал-фельдмаршала Манштейна готовилась к мощному удару на Курск с юга. Вот они, лучшие солдаты Германии. 4 июля немецкий солдат, взятый в плен, рассказал, что войскам выдали шнапс и рацион на 5 дней. Наступление начинается 5 июля на рассвете. В смертельной схватке сойдутся более 4 миллионов человек, 13 тысяч танков и самоходных орудий, 120 тысяч боевых самолетов. КОНЕЦ В 2 часа 20 минут ночи советские войска неожиданно для врага обрушили на него шквал огня. Все вокруг закрохотало. Немцы не сразу оправились от шока. Затем обрушили на наши позиции огромное количество снарядов, мин, бомб, танков, стремясь прорваться в Курску. Все было поставлено на карту. Это была борьба новейшей боевой техники, военного искусства, борьба мировоззрения. Силе противостояла сила. КОНЕЦ Потери немцев были огромны. Их продвижение вперед было незначительным. Согласно немецкому плану цитадель, путь к Курску должен был пройти через деревню Прохоровка. Здесь враг сосредоточил лучшие силы. Обычный русский поселок Прохоровка вошел в историю. Здесь произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. 12 июля танковые лавины с обеих сторон начали сходиться. Страшный поединок продолжался с утра и до вечера. И только к концу дня наступил перелом. Танковые дивизии вермахта увязли в советской обороне. И, наконец, началось контрнаступление наших войск. С каждым часом оно набиралось силы. С каждым часам вермахта увязкатора öğoon velion. С каждым часом вер 3 августа бои шли уже на подступах к Орлу Рано утром город был освобожден Сталин говорил, если битва под Сталинградом предвещала закат немецко-фашистской армии То битва под Курском поставила ее перед катастрофой Безмерна их вина перед Россией Москва салютовала доблестным освободителем Орла и Белгорода 12-ю залпами и 120 орудий Департамент Субтитры создавал DimaTorzok